В Кирове сегодня выбирают лучшие фортепианные дуэты, инструментальные ансамбли и оркестры. В детской музыкальной школе номер 4 проходит открытый городской конкурс ансамблевого музыцирования. На открытие фестиваля побывала Валентина Палкина. Учащиеся 4-й музыкальной школы выбрали для исполнения на конкурсе композицию Николая Мордасова «Лунная дорожка». Играть в ансамбле им уже приходилось. Не так и тяжело репетировать. Главное – играть свою партию и не волноваться. Совместное исполнение требует и умения передавать партнеру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом музыкальной ткани. Музыканты должны одинаково ощущать характер и темп произведения, чтобы не нарушить целостность художественного образа. Подобный фестиваль проходит впервые. Назвали его «Кончерто Гросса» – «Большой концерт». Конкурсанты выступают в нескольких номинациях. Причем участвуют и школьники, и педагоги. Этот конкурс, когда задумывался, и идея пришла такая замечательная нашему преподавателю Бассининой Марии Геннадьевне, именно для того, чтобы создавались новые коллективы, чтобы как можно больше в нашем городе, в нашей области было интересных музыкальных коллективов. Коллективное музыцирование – это так важно для детей, которые и учатся слышать друг друга, учатся общаться. Фестиваль-конкурс проходит в рамках государственной программы празднования 400-летия Дома Романовых, поэтому участники обратились к произведениям русских и советских композиторов. Римский Корсаков и Чайковский, Хачатурян и Шостакович. На следующий конкурс ансамблевого музыцирования ждут и студентов колледжа музыкального искусства. Валентина Палкина, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область. Продолжение следует...